рад приветствовать всех любителей собирателей коллекционера 18 масштаба на своем канале друзья сегодня у меня поистине интересная модель это легендарная бэха пятерка в кузове 34 от компании mini champs 18 масштаб естественно плюс к тому же это первое издание не эти последние калеченные модели а вот настоящая классная со светлым салоном и что немаловажно хочу отметить с правильными дворниками не как у английских машин для леворульных они идут правильные точнее у сейчас они сделали их неправильными вот это сразу вам первое отличие в этих моделей и светлый салон светлый салон они еще не делали то есть у них есть только черные только темные салоны ну что я просто сказочно рад я теперь сказочно богат потому что у меня это уже 4 е34 в моем в моей коллекции все в данный момент находятся у меня в конце выпуска я вам всех покажу вот давайте начнем у нас просто абсолютно новая модель приехала новая новая сам отклеивал все эти заклепки которые вот они пластик этот на капоте или на дверях чтобы они не открывались при транспортировке вот такая у нас коробка не такая как они сейчас выпустили дешманская вот настоящая классная коробка мини чем совская вот смотрите со всеми функционалом со всеми данными здесь ну просто вообще потрясающе то что я действительно очень давно искал действительно несколько лет просто не совруется скажу что около четырех лет пытался найти в хорошем состоянии и за неплохие ну про деньги вообще давайте не буду говорить потому что это очень дорого на самом деле новые сейчас стоят порядка 200 и даже чуть выше евро с доставкой выходит данные модели у нас еще идут теперь уже стали гораздо больше ценится на что-то примерно на сотню ну плюс-минус это как где найдете но их очень мало ну что здесь у нас интересный такой приятный то ли темно-серый то ли темно-синий скорее всего что это темно-синий такой вот цвет может быть даже какой-то графит я вот не знаю вам на камеру как-то видно я не могу точно определить какой цвет на коробке нигде не написано что это за цвет а у когда не покупал у продавца вообще было похоже на что это зеленая такой темно-зеленый бутылочный и но я не люблю их просто но уже выбора не было как бы я брал и в любом случае и вы знаете вот не прогадал потому что это обалденнейший цвет просто отличнейшее сочетание светлого салона вот такого темный верх белый низ так что вот шикарно все я просто действительно в диком восторге но что еще нужно коллекционеру чтобы вот просто заполучить интересную любимую модель сам владел е34 с 2003 по 2008 катался на универсале и скажу вам что это действительно ну может не все любят бмв но те кто наверняка смотрят этот обзор они являются фанатами марки бмв да ребята это классная модель действительно вот ставлю на полку с другими с огромным-огромным удовольствием сразу говорю просто никаких косяков не обнаружил вот но она новая на новое все здесь все правда новое если говорю что я сам снимал вот эти все пленочки все новое затем ну что давайте начнем посмотреть смотреть ее с передка ну вот что сразу бросается в глаза это конечно если сравнивать с компанией вот то кто здесь оптика у нас ну вот имеет такие точки укрепления которые мы видим вот это единственный как бы на мой взгляд такой огромнейший недостаток в этой модели которые ну вот везде есть то есть все фары они закреплены и мы видим эти черные прыщики точки такие давайте им это простим честно вот я вот прощаю серьезно за вот этот функционал за дайкаст за массу которая она весит прилично так я честно берусь прощить простить давайте вот покажу вам просто в сравнении с той животов sky hardgi ну вот как они сделали но есть большая разница в общем-то оптика конечно вот и гораздо лучше но это и новее модель если честно я примерно под так догадываюсь что это 2000 там 8 9 может быть год 10 11 если честно ребят я вообще не знаю какого года данная модель но знаю точно что это первый выпуск вы если знаете напишите пожалуйста в комментарии я просто для себя отмечу буду знать потому что ну вот абсолютно не некомпетентен вот здесь я не знаю когда они их выпускали потому что наверное явно в те годы еще так могу сказать что точно разбирался здорово именно в мини чемс но тогда мне конечно гораздо дешевле модели были но тем не менее вот это это конечно уровень давайте заглянем не давайте с капота начнем я уже начинал с перед к вот давайте отсюда и начнем ну естественно как классическая традиционной бмв открывается капот у нас при подниманием так потом он у нас вот обалденный процесс все время бы им занимался чудесного просто снимаю шляпу молодцы сделали отличный механизм такой у нас здесь двигатель очень хорошо все проработано детально провода блоки ну все в общем все очень классно молодцы тут у нас даже имитация защиты вот этого как она называется куда принципе защиты двигателя какой-то изоляции так ну что поехали дальше смотреть закрывается точно также прикольно все давайте салон здесь двери очень тугие я уже пытался несколько раз меня специально такая отмычка вот вот она вот надо придерживать широко открывается дверь даже как-то абсолютно нереально не припомню что у меня почти на 90 градусов на бмв открывалась вот так дверь ну вот может быть вот так но тут вообще так ну ладно так значит так будет лучше заглядывать смотреть вот светлый салон коробка автомат такой вот руль и подтянутый ручничок это сразу обратил внимание вот здесь на полу флока нет здесь такая вот имитация как бы но флока нет приборы но не скажу что все очень-то хорошо детально торпеда именно воздухозаборники магнитола ну что то так по простоватому знаете вот это все белые элементы которые здесь они так довольно простенько сиденья тоже пластмасс такой вот обычный ночью пластмасс ну вот ремешки не надо отдельный элемент тоже ремешочек вот нет здорово ну конечно ожидалось наверно может быть немножко лучше ну вот потолок клепанный с такими козырьки ну тоже есть нюансы претензий нету особых ну вот как-то все таки грубовато могли бы конечно сделать и получше не знаю не видел современные вот которые не сейчас издали модель живую но то что вот есть сейчас у них то что у меня в руках конечно не самый топ задний диван тоже отдельным элементом сделаны ремни так все выглядит в принципе на полке но смотрится неплохо довольно все натурально так что претензий особых нет задняя полочка таким тоже отдельным элементом вот диски но здесь все просто здесь даже даже не видны тормозные механизмы вот так вот она захлопывается жестко надо придерживать я еще не привык нету не видно вот я пытаюсь что-то разглядеть но есть нет не вру есть есть кое-что здесь но из этих дисков просто не видно виден какой-то тормозной суппортом есть такое вот днище у нас так вот все 88 95 но это конечно узкая мордочка у нас здесь это 88 год то же самое написано на коробке так задняя часть багажник огромных размеров он туда палец почти весь залазит тоже нету флока вот есть это тут под коробки еще остался и напасть здесь вот вот таким образом все багажник номерных знаков у нас не имеется так давайте заглянем с пассажирской стороны ну заднюю не буду вам открывать уже мы смотрели сзади кровь переднюю посмотрим как у нас все тут буду придерживать вот тоже на все широко вот такой салон так ну в общем вам решать но я считаю что это уже другой уровень конечно модель действительно обалденная и очень редкая тем более вот как не удалось найти новый в новом состоянии это просто знаете как было интересно на самом деле скажу я покупал себе и аукцион заканчивался с воскресенье в 7 часов 16 минут утра и оставил будильник просыпался раньше но проспал ну в общем проснулся но уснул потом и проворонил и проворонил вот она ушла с аукциона я естественно очень ругал себя потом за это за такую оплошность что я просто проспал у меня вырубил бывает такое и воскресенье конечно рабочий не рабочий день и вы знаете но видимо это судьба потому что я не знаю то ли может быть тот кто я покупал отказался то ли как так вышло но в общем продавец ее переопубликовал и ровно через неделю на полчаса позже в общем 8 утра воскресенье я находясь в другом городе вообще на отдыхе в общем смог ее приобрести так что он был несказанно рад ребят не скажу вам честно сколько стоит хочу но нет на эти может быть наверное не стоит потому что я наверное продавать не буду и ну тут тут очень дорого все правда дорого и дороже чем стоят современные вот аналоги я их абсолютно не хотел потому что по причине того что тоже смотрел обзоры и мне другие собиратели писали коллекционеры ребята которые в общем кого есть кто приобрел себе новый вот эту модель у всех есть проблемы то отсутствие какого-то элемента то по сломанный механизм капота в общем ну короче у всех нюанс действительно у всех человек показывает мне вот что она новая пришла прямо вот коробку распаковывает и при мне но мы увидим что до капот не открывается все есть нюансы с капотом то есть еще отсутствие там противотуманки было одно в общем вот тех троих кого я знаю в общем у всех троих были проблемы с новыми моделями может быть случайность а может быть я не знаю может они как-то торопились и все это сделали но всяком случае как-то контроля у них походу не было такого на выходе то есть вот такая не модели не проходили и вот эти наверное поэтому сейчас будут наверное больше в цене стоить да и просто они они так стоили в принципе в цене еще до перевыпуска вот поэтому ну собственно я правда очень рад давайте вам просто здесь уже раз такая пошла такой разговор попробую блин камера конечно далеко будет стоять попробую хотя бы вот так горят выставить и показать вам остальные то есть вот как они вместе наверно к сожалению не поместятся все в кадр я снимаю на простой телефон потому что камеру разбили жаль ну вот хорошо хотя бы седаны залезли хотел еще универсала сюда вам засунуть им 5 но вижу что уже не не поместится жаль вот он есть я его так покажу так что хотя давайте сделаем так я чуть возьму вот так вот в общем да вот вся четверка и 34 которые пока вот данный момент есть у меня и я несказанно рад если честно это это потрясающим модели но просто ай кетчер и не знаю постоянно глаза на них падают даже вот чтобы не стояла в шкафу вот я 34 как-то все время притягивает взгляд не ну чудесные согласитесь кто фанат бмв то любитель вот этих красоток это действительно кстати я 34 вот это в универсале очень редко оказывается вот просто даже не знал да и в принципе все из них кроме хардги хардги пока еще пока еще не столь редкая но тоже тоже уже стремится к тому чтобы стать ею ну вот друзья в принципе с то что я вам хотел и показал спасибо что вы смотрели этот обзор полагаю вам было приятно полезно я с вами прощаюсь только до следующего обзора всем желаю удачи будьте здоровы копите и собирайте на новые модели всем пока